То ли кадровый голод, то ли желание собрать команду из доверенных лиц. Так оценивают недавние назначения премьера, пользователи социальных сетей и многие общественные активисты. Одним из первых недоумения вызвало назначение на пост главы дирекции по проектированию и строительству железной дороги госпредприятия Кыргыз-Тимиржулу бывшего министра транспорта Джемшитбека Калилова. Он, напомню, ушел с поста главы Минтранса в конце 2018 года, после того, как президент Сурумбай Джембеков публично раскритиковал его из-за скандала с заместителем Азимканом Джусубалиевым, задержанным при получении взятки в 50 тысяч долларов. Сам бывший министр, а ныне чиновник КЖД, уверен, что прошлые недостатки в работе – не повод для исключения из кадровой обоймы. Да, у меня были недостатки в работе, но сегодня же я не вернулся на пост министра. Я просто возглавляю дирекцию. Ошибки есть всегда и критика всегда будет. Пока есть возможность, буду работать. Не согласен с критикой в свой адрес и другой выдвиженец премьер-министра. Кандидатуру Каныбека Исакова сейчас как раз рассматривают комитеты парламента. Ректора Ожгу Абулгазиев предложил на пост министра образования. Как только стало известно об этом предложении, в интернете начались публикации на тему того, что Ожский государственный университет сегодня является одним из самых коррумпированных в стране. И назначение на пост министра главы этого вуза, как минимум, неэтично, уверены активисты. Я думаю, что все это пишут фейковые аккаунты. Наш вуз считается одним из самых лучших в стране. Я не слышал о фактах коррупции. Сейчас, если меня утвердят на должности министра, я проанализирую всю информацию и буду принимать меры. Мне уже несколько раз поступали предложения. Но сейчас я проникся теми проблемами, которые есть в системе, и принял предложение премьера министра. Не справился как хозяйственник, так поможет промышленности. Назначение заместителем главы ГКПН бывшего губернатора Нарынской области Аманбая Каипова вызывает у населения не меньше вопросов и претензий. Напомню, чиновник ушел на днях. В его адрес звучало немало критики о том, что он не смог своевременно урегулировать ситуацию на месторождении Солтон-Сары и за установку в селе Кенеш школы из шести контейнеров. Я шесть лет работал в Нарыне. За это время я сделал многое для области. Были привлечены инвестиции, построен, мол, завод. Многие проекты были воплощены. Но так как семья была в Бишкеке, я давно хотел переехать сюда. Поэтому написал заявление по собственному желанию. Я даже не знал, что меня назначат на этот пост. В парламенте, в отличие от общественности, проблем с назначением этих кадров не видят. Ряд законодателей считают, что кого назначать премьер должен решать сам. И если глава правительства считает, что скандалившиеся чиновники достойны должностей, то так тому и быть. Что касается министра образования, думаю, это хороший кандидат. Тут я ничего плохого не вижу. Что касается остальных двоих, то они не получили руководящие должности. Каипов назначен заместителем, а Калилов просто начальник управления. Не думаю, что тут есть причины для недовольства. У них есть руководящий опыт. Думаю, они смогут пригодиться на новых постах. Однако с такой позиции согласны далеко не все. Среди законодателей есть и те, кто крайне недоволен кадровой политикой премьера. Вместо того, чтобы брать ответственность за провалы в работе и исправлять допущенные недостатки, считают они, Абулгазиев просто меняет одних руководителей на других. Решение премьер-министра и правительства нам непонятно. Почему увольняют? Недели две назад он говорил, что это министр хорошо работает. Нет никакой претензии, но получается, сегодня отправили в отставку. За каких интересов, нам тоже непонятно. Однако то, что кадровый вопрос может стать причиной претензий к самому премьеру, в парламенте сомневаются. Вероятнее всего, причинами для недовлетворительных оценок депутатов могут послужить недостатки в работе. Впереди парламенту предстоит оценить подготовку Кабмина к осенне-зимнему сезону. Там, скорее всего, и будут заданы неудобные вопросы.